Вы искали абсолютную истину? Вот что является абсолютной истиной? Помните, когда-то был разговор у Пилата с Иисусом Христом. Пилат задает Иисусу Христу вопрос, что есть истина? Задумывались ли вы об этом? Что есть истина? Вообще истина, она существует в единственном экземпляре. То есть она не может быть истиной здесь, а там какая-то другая истина. Одна единственная. Если это так, если истина существует в одном экземпляре, то и в Священном Писании в Библии должна быть одна истина. Вы с этим согласитесь, правда? Когда мы смотрим в Библию, то мы находим следующие тексты, которые говорят об истине. Соломопевец Давид говорит, суды Господней истины, пути Господней истины. Все заповеди твои истины, откровения твои истины, закон твои истины. То есть все, что связано с Богом, оно является истинным. Почему? Потому что сам Бог написано, Боже истины. 30-й псалом, 6-й стих. Или 85-й псалом, 15-й стих. Бог истинный. То есть Бог является истинным Богом. И потому что Бог является истинным Богом, все, что связано с Ним, является истинным. То есть сам Бог является истинным. Его Слово, Его заповеди, Его повеления, они являются также истинным. Если мы посмотрим дальше. Сам Бог говорит о себе. Я Господь, открывающий истину. Иеремий 10, глава 10 стих. Господь Бог есть истина. Истинный, которого все дела и истины написано в книге Даниила. Друзья, если вы хотите познать истину, вам нужно познать Бога. И познал Бога, вы сразу же познаете истину. В Священном Писании есть следующий текст. Это первое послание Петра. Первая глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистившие души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Вот этот важный момент – послушанием истине. Послушанием истине как закону Божьему и послушанием истине как самому Богу. Мы знаем, что определение истины говорится следующее, что истина – она единственная. То есть она не может быть здесь истинна, там не истинна. Если она истинна, она истинна, и она истинна до конца. От начала и до конца. Хочу обратить внимание на слова Иисуса Христа. Когда-то Иисус Христос сказал следующее слово. «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот это интересный момент. Как Иисус мог присвоить себе то, что принадлежит Его Отцу? Как Иисус мог назвать себя истиной, когда Его Отец является истиной? Вы подумали об этом? Не является ли это святотайством? То есть воровством того, что принадлежит Богу. Воровством Божьей славы. Если Иисус только человек и говорит о себе, что Он истинна, то это воровство. Если человек или пророк – это воровство. Если человек или пророк, или даже ангел – то это тоже воровство. Видите, истина, она заключается и принадлежит только самому Богу. Говоря о тем самым, Иисус Христос подчеркивает и показывает то, что Он и Отец одно. Знаете, еще интересный текст, который говорит Священное Писание. 16 глава, 13 стих Иоанна Гаитиана. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Дух Святой, Иисус Христос называет Духом истины. Смотрите, как красиво написано. Он придет, Дух истины. Что Он сделает? Наставит вас на всякую истину. Почему? Не от себя говорить будет. А что будет говорить? Будет говорить то, что услышит. Сила не способна говорить. Сила не способна услышать. И будущее возвестит вам. В 26 стихе предыдущей главе Иисус называл Духа Святого утешителем, которого я пошлю от Отца. Духа истины. Опять-таки, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Друзья, Бог является Богом истины. Иисус Христос является истиной. И Дух Святой является истиной. Видите, как красиво здесь описывается триединство Бога. В простой истине. Истина об истине. И здесь описывается триединство Бога. В этом триединстве мы видим единство, потому что, да, Бог один. Не три Бога, а один Бог. И этот один Бог – Отец, Сын и Святой Дух. Об этом ясно говорит Священное Писание. Друзья, я очень хотел бы, чтобы истина Слова Божьего была в нашей жизни. Чтобы мы наполнялись Ею, чтобы мы были послушны истине. Так, как говорит Слово Божие. Чтобы наше послушание было истине. Иисус Христос говорит, познаете истину. Истина сделает вас свободными. Друзья, познавайте истину. Узнавайте, что Господь хочет лично от вас. Молитесь, спрашивайте. Говорите с Ним. Давайте место истине в своей жизни. Нас очень долго обманывал дьявол. Сейчас время дать Слову Божьему, истине Божьей, место в нашей жизни, для того, чтобы оно нас меняло, чтобы оно нас преображало, и чтобы мы служили Богу, живому и истинному. Аминь. Аминь.